Здравствуйте! Мудрейший человек на земле Соломон в священном писании оставил такие слова «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Было время, когда христианство запрещало и то, и другое. Унылый дух считался признаком маловерия, а веселое сердце просто не поощрялось. Но сегодня общество пересмотрело свои взгляды на эти вопросы, и унылый дух стал считаться болезнью. И у этой болезни есть название – депрессия. Сегодня с нами Евгений, священнослужитель, психолог. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня вместе с вами мы хотели бы поговорить о депрессии. Евгений, скажите, пожалуйста, что такое депрессия? Депрессия – это психическое расстройство, заболевание, которым сейчас принято считать, что примерно каждый пятый человек на планете им либо страдал, либо страдал когда-то, либо страдает. И есть такие значительные прогнозы, что с каждым годом это заболевание будет все больше и больше охватывать наше общество. Как оно проявляется, это заболевание? Да, проявляется оно. То есть есть такие три основных симптома, которые чаще всего присущи этому заболеванию. Это стабильно сниженное настроение. Второе – это утрата способности получать удовольствие от тех простых вещей, которые люди чаще всего… Обычный человек всегда получает. Ну и третье – это упадок сил. Третье бывает не всегда заметно, потому что некоторые до того часто страдают депрессией, что даже уже не замечают этот упадок сил, считают это такой некой нормой. Но первые два – они вот такие более ярко заметные. Потому что снижение настроения – это не просто как… Ну, каждый из нас в течение дня бывает настроение отчасти бывает хорошее, плохое, оно меняется в зависимости от времени суток, может быть, от дней недели, каких-то событий. То это как бы стабильно сниженное, то есть оно получается, наблюдается все время. То есть я лично встречал такого человека, который целый год, прям ровно год у него… Первый инвая началось, и через год только закончилось. То есть целый год у него было стабильно сниженное настроение. И дальше, то есть это как бы три основных таких симптома. К ним прибавляются еще остальные семь, такие попутные, которые я тоже наблюдал. То есть вот у этого, допустим, человека было так, что он целый год, он там худел, ничего не ел, практически не работал, не мог даже встать с постели. То есть это уже такие вот дополнительные… Наверное, такое проявление депрессии более глубокое. Ну да, то есть степень депрессии тоже бывает разная, да, легкая депрессия, более глубокая, там, прогрессирующая депрессия, хроническая депрессия – это уже каждый раз по-разному, но вот такое есть. Человек теряет способность получать удовольствие от простых вещей. Это что такое? В течение, там, даже дня, допустим, какой-то жена приготовила вкусный обед, вы начинаете его есть, и вы обрадовались. Сын со школы пришел, он с хорошей оценкой, и вы тоже… Вас… Ну, вы получаете удовольствие. То есть, да, там, удовольствие, я не знаю, там, просмотра какого-то фильма, там, какой-то встречи с какими-то друзьями, не знаю, какая-то игра. Здесь же человек, получается, он мало того, что жизнь как бы не поменялась вокруг, все те же самые обстоятельства, как бы, но человек не испытывает радости от обычных вещей, а скорее, наоборот, как бы все время видит все в таком свете, в таком сером, пессимистичном. Не говоря уже о том, что если что-то происходит плохое, то есть, если человек попадает еще в какую-нибудь ситуацию такую плохую, где там, не знаю, какое-нибудь ЧП случится, да, он вообще будет у него этот караул, вот, но в обычной жизни не получает. Ну, вот тот текст библейский, который я прочитал вначале, «Унылый дух сушит кости», вот это слово «унылый», оно еще переводится, или можно перевести с древнееврейского языка, как «разбитый», «разрушенный», «сломленный», «унылый», «измученный». То есть, как раз эти тексты, эти слова очень хорошо, по-моему, описывают депрессию. Очень точно описывают, да. Когда общаешься с таким человеком, ему ничего не надо. Если, допустим, человек не в депрессии, бывает, ну, то есть, происходит какой-то, вообще, какой-то, допустим, стресс, не знаю, какая-то ситуация, которая вбивает человека, я там, не знаю, почву из-под ног, и ты с таким… Если он как бы не впал в депрессию, с ним можно общаться, не знаю, там, в каких-то перспективах, там, да, о чем-то там, то человек, который находится, сняющийся в депрессии, ты даже с ним начинаешь общаться о чем-то там, он как бы такой разбитый. То есть, в принципе, вот, чтобы уточнить, человеку свойственно унывать, и не всегда уныние – это депрессия. Да, не всегда уныние – это депрессия, унывать – это нормально, уставать – это нормально, иногда даже и не радоваться от обычных вещей – это нормально, да, когда это вот, ну, как-то периодически, не знаю, встречается. Здесь же это наблюдается, прям, ну, вот, я вспоминаю общение с такими людьми, то есть, что бы ты ему ни говорил, он все время все в негативе видит, да. Это будет постоянно, то есть, это постоянно снижено настроение. То есть, если, к примеру, ну, к примеру, человек забрел, какого не знают, допустим, гриппом, и у него снижено настроение, и вы понимаете причину этого, да, то есть, у него сейчас, скорее всего, там, болит голова, не знаю, там, повышенная температура, поэтому у него понижено настроение. Здесь же человек днями, неделями, месяцами, а то бывают и годы, у него понижено настроение получается. И оно, ну, вы не понимаете, как вообще причину этого. Я встречал депрессию среди верующих людей, когда часто и таким людям, допустим, приходят тоже их люди из церкви, начинают там как-то утешать, там, Бог тебя любит, молись больше, да. И ты смотришь на этом человеке, ему не помогает ничего. Ему вообще такое ощущение, что ему это даже и не надо. То есть, если, к примеру, бывают различные виды каких-то психических, допустим, расстройств, и человек сам приходит к тебе за помощью, за консультацией, и ты хотя бы можешь его вытянуть, так сказать, цепляясь за какие-то перспективы будущего, не знаю, там, да. Ну, к примеру, есть такая методика, такая школа, допустим, логотерапия. Логотерапия построена на том, чтобы придать человеку смысл будущего, например, или настоящего, и через этот смысл ты его вытягиваешь на более нормальный образ жизни. То есть здесь же даже этому человеку это и не нужно. То есть ты ему там рассказываешь, там, вот, давай, давай, там, еще немного, там, не знаю, там, вот, скоро там у тебя сын в школу пойдет, там, будем радоваться, а ему это неинтересно, когда он даже об этом радоваться не будет. А что приводит человека к депрессии? Какие причины вызывает депрессия? Вот здесь, да, как раз-таки важно понять, то есть существует три вот таких основных фактора возникновения депрессии, что как раз-таки подчеркивает серьезность этого заболевания, что это на самом деле не просто какое-то такое праздное слово или праздное такое вот состояние, что можно его забыть, пережить. Ну, первое, это, ну, по-научному, как бы, это называется, соматогенная, да, причина. Если по-простому, как бы, то есть причина, связанная с какой-то, с чем-то, какой-то, то есть сома это тело, да, с каким-то... С какой-то болезнью. С какой-то болезнью, может быть, человек там, либо чем-то переболел, либо, может быть, была какая-то травма головного мозга, какие-то вещи, которые повлияли на физиологию его тела, да, там, или головного мозга, да, какое-то, может, органическое поражение. Второе, это психогенные причины, то есть это когда какие-то внешние факторы повлияли на человека, ну, чаще всего какой-то стресс, либо внешние, либо даже внутренние, то есть когда человек находится, ну, есть такие понятия, допустим, выученная беспомощность, да, вот такой выученный пессимизм, когда человек приучен даже, может быть, с самого рождения, с самого детства, или, ну, да, допустим, если он в такой семье воспитывался, где уже заранее приучали человека, что, там, не знаю, радоваться – это плохо, да, жизни, или жизнь – это все плохо, да, и там, что вообще удовольствие получать от жизни плохо, то есть сама настройка его мышления построена так, что он уже всегда приучен с самого, там, не знаю, детства смотреть на мир вот с такой, как бы, негативной оценки, да, такой пессимистической. Ну, и третье, такое, это эндогенные причины, ну, по-другому, то есть, да, как бы, когда, ну, это, тут как бы спорный момент, люди, ученые до сих пор спорят, в чем причина этого, то есть, когда различные гормоны, так называемые, там, да, счастья или нейромедиаторы либо не вырабатываются головным мозгом, либо неправильно усваиваются, либо неправильно взаимодействуют, то есть, происходит некий такой сбой, да, когда, ну, такие основные гормоны и счастья, там, серотонин, дофамин, да, анородвенолин, когда они работают неправильно, да, то есть, и, то есть, как бы, такие-то основные причины. Поэтому, на самом деле, если, ну, мы, наверное, в следующий раз с вами поговорим про психогенные, да, причины, которые как-то еще можно повлиять, то, если мы говорим о первом случае и о третьем, да, то здесь, на самом деле, помощь специалиста просто необходима, то есть, это не просто вот какое-то, не знаю, пониженное настроение, не просто что-то там поменялось вокруг, то есть, порой человек сам не понимает, да. Иногда, иногда я встречал, что человек, впадая в некоторые виды депрессии, которые он даже сам не ожидал, ну, как бы, он даже и не понимает, с чего начались у него, иногда человек впадает в какие-то такие, ну, начинает вести себя немного, ну, так сказать, аморальным образом начинает вести даже вот в этой депрессии, так, что даже, может быть, люди верующие, там, церковь начинает эти вещи осуждать, не понимать, потому что, на самом деле, они не вписываются в ту модель поведения, ну, правильную, религиозную, церковную, которая должна быть, а человек, на самом деле, он тоже это делает не там, не специально, не со зла, там, не потому, что он такой вот грешник, да, вот такое состояние. Я пришел к такому пониманию однажды, что мы очень мало знаем о депрессии и очень несерьезно относимся к этому. Всемирная организация здравоохранения признавала и признает депрессию болезнью. Для меня это было удивление. Как? Человек, просто у него плохое настроение, а ему, ну, нет, ты болен, да? Для меня это был и шок. И я понял, что депрессия, она, как бы, покрыта многими мифами. Люди, особенно, наверное, на территории постсоветского пространства живут разными мифами о депрессии. Недооценивая депрессию, вы можете сказать, вот, какие мифы бытуют о депрессии, особенно в кругу верующих людей? Ну, наверное, пожалуй, самый главный миф, который существует на постсоветском пространстве, что я замечал, то есть это недооценка вообще самого понятия депрессия, да, то есть как бы как депрессия, это несерьезно. Я не знаю, прав ли я, не прав, но мне кажется, когда я наблюдаю за нашим обществом, ну, допустим, это, на мой взгляд, было очень ярко, очень ярко было заметно на заре 90-х годов, когда рухнул Советский Союз. Вот, лично я, во сколько, наблюдал за соседями, не знаю, там, вообще окружением, очень повальное было такое пьянство среди мужчин, да, допустим, чаще всего заметно, ну, считается, что в два раза реже мужчины вообще обращаются за помощью. Общество часто таких людей клеймит, да, там, алкоголики, там, что-то, аркоманы, хотя, на мой взгляд, на самом деле, как раз-таки причина в том, что вот это недооценка депрессии, то есть человек страдает депрессией годами. И запивает. И запивает, так называемое, это горе, да, потому что окружение, говорит, ладно, ты что переживаешь, переживать за это, да, там, взбодрись. На самом деле депрессия – это очень серьезное заболевание, очень, ну, не часто, но, ну, возникают случаи, когда она приводит к самоубийству, да, к суициду, что уже само по себе говорит о том, что это, ну, серьезно. Плюс к тому, я, ну, говорю, что она справляется с тем, что люди могут днями, месяцами, там, не есть, то есть возникает бессонница, что напрямую уже начинает воздействовать на организм, вызывая другие побочные заболевания, да, и человек начинает страдать уже конкретно физическим, то есть, да, прям, прям убивая себя в прямом смысле. То есть даже может быть не суицид, как наложение на себя рук, но такой суицидный образ жизни, который приводит к тому, что тело истощается, и человек может довести от того, что там уже какие-то серьезные, там, не знаю, инфаркт, инсульт, именно из-за того, что образ жизни меняется такой, да. Второе, если говорить уже о среде верующих, наверное, то опять-таки часто такое бы тут мнение, что депрессия – это признак маловерия или верующий не страдает депрессией. Ну, для меня, наверное, такой самый яркий пример, вот этот, даже не пример, а аргумент, что этот миф неверен. Это известная история из Священного Писания, когда пророк Илья описывает такая о нем история. Первый день он зазывает пророков Ваала на горе Кормил, такой устраивает с ними спор, давайте мы сейчас дрова обольем водой, и потом через молитву, чтобы они загорелись. То есть, на самом деле, сделать такой вызов этим пророкам – это, наверное, надо иметь огромную веру. То есть, это серьезную веру надо иметь, чтобы пойти на такой спор. Потом мы помним из этой истории, что он убивает всех пророков Ваала. А потом после этого мы читаем в Писании, что у него возникает депрессия, и он бежит, и потом Бог его, вот эта история, кормит его, птицы носят ему мясо, хлеб, он у этого потока живет. То есть, мы видим, на самом деле, человек, который обладал сильной такой верой, та, которая не передвигала горы, но огонь вызывала с неба, получается. Этот человек впадает в серьезную депрессию так, что Бог его реально как бы лечит. И для меня это яркий показатель, что депрессия – это отнюдь не отсутствие веры, и это не признак маловерия. Это то, что может прийти в жизнь любого человека. Ну и, наверное, то, что мы до этого с вами говорили, то, что часто возникает этот страх, то есть, что в случае депрессии, молись и не обращайся за помощью психиатру. То есть, учитывая, что депрессия, она имеет разные причины возникновения, то очень часто именно помощь специалиста, она очень помогает, чем просто пытаться как-то эту причину замолить, забыть. И как раз-таки, может быть, нет, это не отменяет молитву как таковую, но как раз-таки, может быть, в молитве Бог и откроет, к какому-то специалисту обратиться. Потому что Бог действует часто по-разному. Иногда бывает, мы молимся, и Бог через молитву решает проблему. Иногда мы молимся, и Бог через молитву подсказывает, кому обратиться или как возникновение. И если ответом как раз-таки обратиться к специалисту, то не надо бояться этих вещей. То есть обратиться к психиатру, к психотерапевту за помощью, если вы испытываете вот эти три симптома, которые я вначале сам описал, это нормальная практика. И иногда может быть самый правильный способ. Самое правильное, да. То есть никто же, если вот сегодня мы живем в современном обществе, не сомневается, что, не знаю, заболевания какие-то респираторные, легче вылечить, там, пойдя к терапевту, допустим. Или перелом ноги, руки. Наверное, он тоже может сам зарасти, да, какой-нибудь перелом. Но чтобы не было проблем, там, привязанных, мы пойдем к хирургу, который нам надо сделать какую-то помощь квалифицированную. И от этого будет только лучше всем, да. Евгений, спасибо вам за ваши ответы. Спасибо вам, наши зрители. Депрессия всегда связана с заболеванием головного мозга. Наш мозг, чуть ли не главный орган нашего тела, и он точно так же может заболеть, как наше сердце, печень или почки. И не будем недооценивать это. И поможет нам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok